Здравствуйте, мои дорогие друзья, здравствуйте, мои дорогие зрители, мои подписчики, коллеги. Сегодня я вам представлю новый расклад, то есть он не новый, а очередной новый расклад на тему, что у него на душе к вам сегодня. У него, у неё... Расклад будет небольшой, короткий, на один вопрос, но постараюсь его раскрыть как можно глубже. Будет у нас сегодня шесть вариантов. На магическом втором мачете я вытащу карты сигнификатора и на колоде иллюминатов я буду расшифровывать варианты. Так, давайте сделаем шесть вариантов. Что загаданного человека на душе к вам сегодня? Так, здесь у нас будет первый вариант, второй вариант, третий вариант, четвертый вариант, пятый, пятый и шестой вариант. Так, первая карта. У нас здесь король мечей. Ну, здесь может быть сам сигнификатор мужчины, да, если он у вас воздушного знака, либо человек в форме. Тут могут проходить любые служащие, врачи, спортсмены, военные, люди, работающие в структурах, ну, судебных структурах каких-то. Тут неважно, тут, скорее всего, как больше сигнификатор, да, потому что король мечей у нас такой мужчина холодный, неэмоциональный, мужчина, который свои чувства не показывает, мужчина, который свои чувства не проявляет, ему вообще чужды все ваши женские сантименты. Так, вы знаете, он, может быть, и любит это в глубине души, но он больше, конечно, мужчина, который разбивает сердце. Так, что у него на душе? Ну, к вам. Карта не очень хорошая, на самом деле, такая, ну, что холодность у него, к вам, на душе. Такая, знаете, такое, может быть, временное охлаждение, может быть, в зависимости от вашей ситуации, если у вас, допустим, была какая-то ссора, либо выяснение отношений, то действительно человек сейчас как-то старается в себе погасить все эти любые сантименты, все эти чувства. Вообще, этим людям, знаете, им очень свойственна такая скрытая страсть. Ну, холодный человек, не демонстрирующий никаких своих эмоций, человек, который, допустим, ради карьеры тоже может пожертвовать какими-то отношениями, какими-то там своими отношениями. Так, ну, что у него на душе? В любом случае, какое-то есть охлаждение, да? Какие-то чувства, отсутствие эмоций. Посмотрим, с чем связано. Нужно принимать какое-то решение, поэтому, видимо, и мечи, может быть, скорее всего, король, да, король жезлов выпал, выпал король жезлов. Ну, связано с тем, что нужно принимать какое-то решение, нужно как-то идти дальше, развиваться, действовать, да, потому что король жезлов – это все-таки действие, это не слова, это не эмоции. Человек не может принять решение, пытается это сделать с холодной головой, пытается откинуть все эмоции, чтобы сделать все правильно, чтобы выйти из этой ситуации победителем. Ну, что у него сейчас на душе? На душе у него, вам сегодня конкретно какие-то холодные чувства, принимая там какое-то решение, не может найти выход сложившейся ситуации, видите, руки-глаза связаны. Не может найти действительно выход, он не понимает, как решить эту ситуацию, поэтому всяческими способами, сейчас прилагая все свои умственные способности, какую-то информацию, возможно, знаете, ищет, смотрит, читает, чтобы поступить правильно, чтобы, знаете, вот выйти из этой ситуации королем жезлов. Поэтому здесь могут проигрываться разные короли, скорее всего, король жезлов просто в данный момент, он такой холодный, не эмоциональный, не показывает вам своих чувств, не показывает вам своих эмоций. Действовать нужно, нужно идти, как-то брать ответственность, но вот для этого, конечно, нужно принять решение, как сделать, он пока не знает. Вот такие вот у него чувства сегодня на данный момент. Так, давайте посмотрим второй вариант. Второй вариант, что у нас там? Так, десяточка кубков. Десяточка кубков, ну, карта семьи, карта очень хорошая, карта очень теплая, чувственная, нежная, но вообще традиционно это такая, знаете, карта семейная, индикатор дома, что у него на душе к вам. Ну, знаете, вы у него ассоциируетесь с каким-то домашним очагом, с семейными какими-то отношениями, вы либо семья, либо он вас так увидит, вы его семья, может, вы ему как-то даете какую-то любовь, ласку, домашний уют, заботу, он к вам приходит, растворяется, знаете, как к себе домой. На данный момент, видимо, либо ему просто важен этот вопрос семьи, либо вас он рассматривает как свою семью. Ну, действительно, вот на душе у него всё, любые мысли, которые связаны как-то с семейными, с семейными ценностями, с семейными обстоятельствами, с любыми вопросами семьи, да. Любые вопросы, которые затрагивают именно семейную жизнь и ближайшее окружение. Ближайшее окружение вот этого человека, который может находиться рядом с ним. А может быть, знаете, или был какой-то конфликт, то карта всегда говорит о примирении, о возвращении, о том, что думает, что вот надо как-то примириться, но это как бы в редких случаях. Ну, замечательная карта. Давайте посмотрим ещё, с чем это связано, потому что карта всё-таки семьи. В любом случае, вот что-либо на душе. Ой, выпала карта. Так. Угу. Справедливости. А, вот так вот всё, да. Ну, здесь, смотрите, какая ситуация у нас. Что у него к вам на душе? Ну, действительно, человек сейчас пытается принять какое-то решение по справедливости, связанное с каким-то обманом. Видимо, что-то он вам не договаривает. Здесь могут, кстати, проходить какие-то разводы, либо судебные процессы, касающиеся семейных вопросов. Вот что-то ему нужно действительно решить по справедливости, принять, найти какое-то... Потому что две карты, в принципе, баланса. Практически. Знаете, он как-то хочет сделать гладко, красиво, без скандалов, без каких-то истерик. Вот как-то будут выкручиваться, юрить, потому что пятёрочка мечей, этот человек будет использовать все возможные способы, чтобы добиться результата. По справедливости он хочет прийти, он хочет выйти победителем из этой ситуации. Вопрос какой-то спорный, возможно, связан всё-таки с какими-то судебными делами, ну, семейными делами. Это могут быть, кстати, и разводы, и наследство, и всё что угодно. Ну, как-то он хочет к этому вот по хитрости, по каким-то своему... Ну, по хитростям, не чья-то хитрость. Хочет всё как-то это сделать, наладить, знаете, как-то красиво, чтобы всё получилось, без скандалов, по умеренности, тихо, спокойно. И чтобы всем было выгодно в этой ситуации. Вот такая вот ситуация по второму раскладу. Так, давайте посмотрим третий вариант. Пятёрочка кубков. Ну, пятёрка кубков – это такое, знаете, разочарование. Разочарование, причём, когда человек разочарован сам в себе. Такой внутренний, ну, я её называю, да, либо как сам дурак, либо, знаете, внутренний облом. Ну, главная особенность этого такого внутреннего облома, когда человек понимает, что ещё не всё потеряно, да, ещё есть кубки, и вот ещё осталось два кубка, есть, конечно, шансы всё восстановить, но видит, понимает, что, понимает он, что вина всё-таки в нём, сам виноват, что так произошло. Видимо, какая-то у вас ситуация произошла неприятная, человек винить себя в этом. Сейчас он, конечно, отвёрнут, недоволен, да, ему не нравится эта ситуация. Но эта карта говорит о потере, когда мы что-то теряем, вот какое у него на душе такое ощущение, что человек понимает, что он вас потерял. Ну, традиционные значения – это такие, знаете, трудные, неожиданные ситуации, да, какие-то помехи, скорбь. Ну, в любом случае, это карта печали и меланхолии. Что у него сейчас на душе? Переживания, меланхолия. Он потерял, он думает, что вас потерял, ну, в любом случае, винит он себя в этом, не вас. Важная какая-то ситуация, потому что очень переживает и понимает, что шанс, конечно, вернуть есть, но очень сильно огорчён. Давайте посмотрим, с чем связана эта ситуация. Да, сейчас возьмёт паузу человек. Ещё одна пятёрка кубка. Действительно, всё очень глубоко, очень сильные переживания, очень сильные эмоции. Скорее всего, да, вы на расстоянии. Загаданный вами человек долго не будет появляться, он возьмёт вынужденную паузу. Потому что ему нужно как-то восстановиться. Ой, всё, девочки, тут прям такой разрыв серьёзный. Не будьте в какое-то время долго общаться. Либо, ну, что у вас на душе? Вы, скорее всего, спрашиваете о человеке, с которым не находитесь рядом. У вас, скорее всего, разрыв. Человек понимает, что он вас потерял. Он сейчас в паузе, он восстанавливается. Он пытается выйти из этого депрессивного состояния. Потому что это как бы духовное такое восстановление. Здесь ещё раз пятёрочка подтверждает, что глубокие у человека переживания. Он переживает потерю, разбитое сердце. Он считает, что вы его предали. Тяжёлые переживания на душе. К вам очень тяжёлый вариант. Ну, сами смотрите, что у вас там. Но загаданный человек действительно осознаёт потерю. Так, что у нас по четвёртому варианту? Умеренность. Ну, такая тихая, спокойная карта. Если были какие-то проблемы у вас в личной жизни, то они, в принципе, решены. Никаких проблем, никаких. Знаете, ситуация восстановлена. Гармония в отношениях. Тишина, порядок, знаете, по умеенности. Глубокое такое понимание. Глубокие уже чувства. Основанные, скорее всего, отношения давние. Знаете, уже такая невлюблённость. Уже глубокие чувства. Глубокая дружба. Иногда по этой карте проходит, знаете, невзятно, может, даже как-то сексуальное отношение. Иногда по этой карте просто какие-то. Глубокая дружба такая давняя тоже может проходить. Ну, то, что касается вот качества переживаний, да, что у него на душе. На душе у него, к вам, очень самые тёплые, искренние чувства, умеренность, спокойствие такое, умиротворённость. Если был какой-то конфликт, то давно уже всё об этом забыто. Давайте посмотрим, что это. Внутренняя гармония. Очень приятные мысли. Очень приятные воспоминания. Ну да, скорее всего, была какая-то ссора. Да, человек долго не мог принять решение, как ему поступить. Но, видите, всё-таки искушение, желание вас увидеть, желание страсти, желание всё. Человек уже остыл давно, успокоился. Тяга сексуальная, безумная. Либо такой вариант ещё может быть, что был какой-то обман, да, не мог определиться, обман был связан с какой-то вот такой, знаете, по низшим чакрам. Какая-то была у него сексуальная, может быть, страсть, может быть, какой-то случайный какой-то секс. Ну, если это была ссора, потому что, видите, был какой-то обман, не мог с чем-то определиться, решиться. Но вот в данном случае сейчас всё понял, осознал, глубоко даже осознал по умеренности, пришёл в себя, успокоился. Либо вы там его обманули, допустим, может быть, такой обман. Ну, в любом случае, был какой-то конфликт, связанный с обманом, связанный с изменой. Сейчас уже вот умеренные чувства, успокоение, знаете, восстановление гармонии в этих отношениях. Ну, карта ещё милосердия, терпимости какой-то. В следствии каких-то внутренних изменений, потому что что-то понял, что-то осознал, очень скучает. И также может быть очень сильное сексуальное желание к вам. Такой вот четвёртый вариант. Так, давайте посмотрим ещё пятый вариант. Что у нас по пятому варианту? Паш Кубков. Милая карта, очень, ну, как я говорю, это не победа на любовном фронте, но это уже что-то, да. Это уже такой шанс на любовь. Тёплая карта, что у него на душе? Очень приятные воспоминания, да, карта очень нежных чувств, желание свидания, желание сближения, желание соединения какого-то с вами. Знаете, она описывает такое ласковое, отзывчивое отношение, способность так вот радоваться. Вот он вспоминает о вас, улыбается, радуется. Такая, знаете, эмоциональная, духовная близость такая, вы знаете, вот возрождение чувств каких-то. У него сейчас человека загаданного самые-самые тёплые и нежные чувства. Если в ссоре, то человек желает сам вам написать, сам желает вам с вами как-то связаться, увидеться. Ну, такая, знаете, очень нежная и чувственная карта. Давайте посмотрим, что всё-таки. Расшифруем ситуацию. Ой, да, очень хочет скорейшего свидания. Безумно желает вас. Скорее всего, если смотрит женщина, здесь какая-то трансформация. Возможно, да, возможно, может быть, если была какая-то ссора, то очень скоро хочет вас увидеть, но здесь безумная сексуальная страшность. Я уточню, почему смерть. Да, это как трансформация. Здесь женщина рулит, я так понимаю, что рулит отношениями этими. Женщина управляет этими отношениями, а женщина очень сильно зависит. Ну, либо если были какие-то разговоры по поводу трансформации ваших отношений, переход к другому статусу, да, то, в принципе, скорее всего, по пажу, наверное, человек думает об этом. Либо вы здесь являетесь женой, да, либо человек думает о том, что можно уже, знаете, переходить к статусу императрицы, к статусу жены. Ну, здесь всё в руках женщины. Женщина всем управляет. Если захочет женщина, так и будет. Загаданный человек в любом случае хочет увидеться, хочет, желает. Самые тёплые чувства, самые нежные на душе. И хочется... Карта вообще называется «Восьмёрочка жезлов». Это стрелы любви. Это желание скорой встречи, желание свиданий, желание, знаете, как вспыхнувшие такие... Из искры возгорится пламя, да, вот такие искры любовные. Как-то, знаете, может быть, всё быстро переоценил и готов, да, идти по трансформации дальше к чему-то. Ну, здесь вот, ещё раз повторяюсь, очень многое зависит от женщины. Так, и шестой вариант у нас. «Восьмёрочка жезлов». Ну, да, вот эти вот стрелы любви у нас выпали. Конкретно, да, вот карта влюблённости такая, знаете, вспыхнувшие чувства, стрелы амура, стрелы любви. Иногда, знаете, бывает такой свадебный переполох, но это уже более в другом значении. Какие у него на душе загаданного человека чувства? Он очень хочет увидеться. Внезапно вспыхнувшая страсть, внезапно вспыхнувшая любовь. Знаете, любовь нечаянно нагрянет, когда её совсем не ждёшь по этой карте. Очень хочет, знаете, вот, думает о вас и хочет увидеть. Жезлы – это ещё такая сексуальная карта, это яркое влечение, это такой, знаете, всплеск адреналина. Мобилизация амуров, ангелов. Амурная мобилизация, когда всё собрался, всё и хочет скорее к вам прилететь, скорее вас увидеть, скорее, скорее, скорее. Такая взбудораженность, эйфория. Карта скорости, карта, знаете, быстрого, резкого влечения. Ну, иногда могут проходить любовные связи, короткие такие свидания, но неважно, если, видите, тут знак всё-таки стрельца огненный, знак, ну, тут вине, ой, вообще. Знаете, расшифрую наши эти огненные жезлы. Безумную страсть. Да, могут проходить, могут проходить тайные отношения, любовные отношения. Женщина является любовницей в этих отношениях. Скорее всего, чем-то недоволен, не устраивает эта ситуация. Нужно как-то её выруливать. Да, вот. Причём очень быстро. Недовольство ситуации. Сейчас суд. Одни старшие арканы. Решение нужно будет принимать. Здесь действительно, знаете, у человека такое ощущение, что резко вспыхнули чувства, он что-то осознал, его не устраивает ситуация, которая сейчас происходит, да, в данный момент. Либо здесь как-то по мудрости он осознал, обратился к кому-то и принял правильное решение судьбоносным идти дальше в мир с вами. Либо действительно, вот, не устраивает, пора заканчивать эти отношения любовные, принимать решение и идти как-то дальше. Ну, здесь, может быть, даже какое-то будет выяснение отношений на повышенных тонах, причём такое неожиданное, резкое. Ну, здесь просто карта сама по себе резкая. Вот, знаете, как раз вспыхнуло, всё, надо поговорить, надо решить, сейчас надо разобраться с этой ситуацией. Вот такое вот настроение у человека на душе. Ждите. Ждите скоро вот каких-то новостей, неожиданных, причём как-то человек переосмыслил, глубоко всё понял, осознал. Ну, и будет с вами делиться своими недовольствами. Или, знаете, выскажет, что я хочу, что я не хочу в этих отношениях. Причём по жезлам как-то всё очень быстро. Была рада быть с вами. До новых встреч и до новых раскладов. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова